В вашем вопросе есть ответ. В крупнейшей нефтяной державе возможно все, потому что мы уже платим за бензин примерно так же, как платят люди в странах, где бензина нет, ну в смысле нефти нет, потому что нефть первичен, а бензин вторичен. Это обидно. Для меня непонятно, как для человека с высшим образованием, для меня непонятно, как дизельное топливо может стоить дороже 95-го бензина. Почему-то вот этим не задаемся вопросом. Но она почему-то постоянно у нас так растет. В Европе нет, а у нас да. Потом очень интересный факт, что вы же можете за нашу нефть заплатить в другом государстве дешевле, чем в своем собственном. Вот, наверное, это отсюда все проистекает. И проистекает, потому что, к сожалению, ресурсы, они как-то так аккумулировались у определенных групп людей. Не у одного человека, хотя, ну в принципе, понятно, что у одного, но это определенный групп людей, которые вокруг этих единиц людей. Я сейчас говорю не очень по-русски, но тем не менее, чтобы было понятно. Всем, даже тем, кто плохо говорит по-русски и понимает. Соответственно, я думаю, что дефицит бензина – это искусственная история. У нас не может быть дефицита бензина просто в априори. Хотя, вы знаете, что самое интересное? Когда вы приезжаете в нефтедобывающие регионы Российской Федерации, где есть свои нефтеперерабатывающие заводы, я это видел своими глазами, там стоимость литра бензина может оказаться дороже, чем в Москве, которая не добывает на территории Кремля нефть, но есть свой нефтеперерабатывающий завод. Для меня, как для человека, я, конечно, не экономически заканчивал, но все-таки азы экономики я произучал, и поэтому для меня это вообще становится загадкой. Почему бензин у нас стоит дешевле, чем у них? Хотя они добывают, им никуда везти ничего не нужно. Где вот эта вся цепочка, где-то что-то нарушено, ребята, что-то там не так. Но это уже вопросы к следственным органам и, наверное, к борьбе с экономическими преступлениями.